...право в акции, в кино. ...положительно, 28 парфюров, мы собрали 35 миллионов рублей. Рекордсмены, но бюджет 150, это мало, не хватает. Но заниматься этим поведом, да. Мы насобирали денег, начали фильм делать, и тогда как этим заинтересовалось Министерство культуры, личный министр, сказал, что выдаст денег столько же, сколько соберут люди, мы насобирали 30, вот там в определенный момент Министерство культуры выдало 30, побеседовало с Министерством культуры Казахстана, Казахстан выдал еще 19, и фонд кино выдал 100 миллионов на рекламу. То есть это, ну, они возвратные, правда, эти 100 миллионов нового. А если бы люди ничего не собрали, и если бы ничего не начали, то никаких бы денег не было вообще. Поэтому как начинание крайне полезно, и дальше будет только расширяться. Единственное, что там эти ресурсы, на которых деньги собирают, вот в Америке там некий кикстартер есть, а у нас так называемый бумстартер. Вот там 5% заберет агрегатор, 10% заберет себе этот бумстартер, 13% подоходного свадьба, с вас вычтут, а вот 28% и как не было. Вот зачем, кому тренд денег подарили, для чего, у меня это все организовано не так. Вот у меня на сайте я лично сам для себя собираю деньги на собственные, так сказать, проекты, это если вы применительно к себе, да, люди с удовольствием сдают. То есть никаких вообще преград нет. Лично себе, под лично свои проекты собирать деньги, не через всякие эти бумстартеры. Да, то есть люди серьезно заинтересованы, и это не миллионы, ну хотя у кого как, в общем-то. Вот, да, и поддерживают, пользуются этим. На мой взгляд, надо, желательно иметь для начала большую аудиторию, то есть чтобы было с кого собирать. Аудитория в настоящее время, например, ну вот в таких делах нагоняется исключительно, так сказать, извините за цинизм, благими делами. То есть если вы собираете деньги, условно, каких-то там пострадавших от чего-то там, детей, еще чего-то там, это у людей вызывает серьезный отклик. Ну то есть, опять-таки, извините за цинизм, то есть когда деньги собирали на этих на Панфиловцев, а началась война на Украине, то естественно в первую очередь застают деньги на тем, кто пострадал там от обстрелов. Хочешь ты, не хочешь, вот туда денег несут гораздо больше. Если этим заниматься, то это привлекает, во-первых, это дело полезное, во-вторых, оно привлекает огромное количество народу. И естественно его надо освещать. То есть когда деньги сдают, за них надо читаться, говорить, сдали вот столько, потрачено вот столько, потрачено вот на это, и, собственно, вот результат нашей помощи. Мы, например, через Мурисай непрерывно снабжаем детские дома на Донбассе. Там часть войсковых подразделений, одеваем, обуваем, и детей в детских домах снабжаем. Ну это да, это вызывает живейший отклик. Поэтому оно сочетает в себе, то есть здесь вы людям помогаете, или расширяете, так сказать, охват аудитории. И, соответственно, когда вот он расширится за счет таких вещей, тогда уже можно там на что-то свое. Это, во-первых, подобными действиями вы вызываете к себе серьезное доверие. Ну, я не знаю, я не вижу смысла там что-то крысить какие-то деньги от этого внимания. На мой взгляд, все, что сдают, все туда и переправят нам. Вот. Оно вызывает доверие, расширяет аудиторию. Ну а когда можно в дорогу много, тогда можно приступать.